Здравствуйте! Добро пожаловать на портал Неврозы Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Мы продолжаем снимать цикл видеороликов с 2011 года по неврозам, тревожно-фобическим, депрессивным расстройствам и их коррекции и психоэмоциональной коррекции данных расстройств. Подчеркну, что данное расстройство относится к классу неврозов, обратимые нервно-психические расстройства, которые имеют свою терапию, свою классификацию, свое происхождение и, собственно говоря, особенности. Не так давно меня попросили прийти в группу по дереализации и деперсонализации, чтобы я ответил на некоторые вопросы. Я прекрасно понимал, что публика достаточно смешанная и все люди по-разному относятся к тому, что такое психотерапия по-разному находится на уровне своего развития, осознанности и опыта, так скажем, отягощенного опыта, негативного. Поэтому я не жду там большого количества понимания. Но, коли уж меня попросили ответить на некоторые вопросы, там сформировалось определенное количество людей, которые спрашивают, прислушиваются и так далее. Значит, сегодняшняя лекция будет посвящена в первой своей части именно дереализации, а в второй части неврастыни. Это очень важное расстройство, частое и важное, поэтому предлагаю внимательно сегодня слушать эту бесплатную видеолекцию. Я думаю, она опять поможет моим зрителям, как многие ролики, как я вижу и читаю, помогают вам с 2011 года. Итак, устраивайтесь поудобнее, тема дереализации и неврастыния. Прежде чем перейдем к дереализации, к неврастынии, опять же, поскольку я снимаю этот ролик по просьбе группы, там есть некоторая дискуссия об остеохондрозе. Значит, давайте я один раз еще раз последний выскажусь по этому поводу и больше тем поднимать не будем, хорошо? Значит, некоторое количество людей иногда считает, что нарушение именно в структурах шейного отдела приводит к ВСД или к неврозам. Это абсолютное заблуждение, потому что остеохондроз является самостоятельным заболеванием, дегенеративным заболеванием хрящей, с возможными компрессиями нервов или компрессией висцебральных артерий, которые как раз в аккурат проходят в каналах позвонков, скажем так. Соответственно, при травмах, остеохондрозе, разрушении хрящей, смещении происходит либо компрессия нервных корешков, либо компрессия артерий висцебральных, что облечет за собой патологию кровообращения. Соответственно, дифференциальная диагностика – это ультразвук сосудов шеи и рентгенография или магнитно-резонансная томография шейного отдела. Выполняется данное исследование с целью дифференциального диагноза. Насколько компрессированы артерии шеи? Для чего? Проще объясню. У многих людей есть некое передавливание, есть некие аномалии анатомии артерий. Задача здесь не найти аномалию или найти саму по себе компрессию, а увидеть, насколько эта компрессия изменяет гемодинамику. То есть, насколько эта компрессия изменяет сам кровоток и доставку кислорода к головному мозгу. Если компрессия висцебральных артерий больше допустимой, то, конечно, мы можем говорить о том, что симптомы головокружения, потемнения, слабости, отрешенности, заторможенности и так далее связаны с нарушением гемодинамики. Но мы не говорим о том, что это вегетососудистая дистония или неврозы. Это отдельное нарушение гемодинамики, которое влечет за собой определенные симптомы и синдромы. Это понятно? И это вопрос исключительно неврологии. Это вопрос не решается транквилизаторами и не решается антидепрессантами. Он решается исключительно неврологическим путем. Это физиопроцедуры, это сосудистые препараты для улучшения кровообращения. И в ряде случаев хирургическое вмешательство, это когда совсем там сложные патологии. Это по поводу гемодинамики и нарушения момента кровообращения. Это понятно? Значит, при определенных патологиях висцебральных артерий, но гемодинамика не нарушена, терапия не проводится. Соответственно, ваши головокружения, слабости и так далее не связаны с остеохондрозом и так далее. Мы не можем говорить, что симптомы остеохондроза в виде нарушения гемодинамики – это вегетососудистая дистония. Вообще никакого отношения не имеет. Второй момент по поводу компрессии корешков, которые норвируют определенные участки нашего тела. При остеохондрозе действительно может возникать компрессия или зажимы нервных окончаний, которые отходят от каждого позвонка влево и вправо. Соответственно, если такие позвонки повреждены отложениями, дегенеративными изменениями, действительно может создаваться ощущение тяжести, боли, что-то мешает, постоянных прострелов и так далее и тому подобное. Эти патологии называются тоже неврологическими. Это анестезии, дискинезии, дискинезии и так далее. Неврологии в том числе. И эти симптомы тоже не относятся к классу неврозов, и тоже не относятся к классу ВСД. Они относятся к классу неврологии. Все эти боли, все эти соматизированные состояния, связанные с компрессией нервов, никаким образом к вегетососудистой дистонии, к неврозам не относятся. Это, опять же, самостоятельная неврологическая патология, которая, опять же, лечится с помощью физиотерапии, с помощью определенных процедур неврологии. Неврологии. Это понятно? Итак, я подытожу по поводу остеохондроза. Смотрим вестебральные артерии кровоток, смотрим поражение нервных окончаний. Если есть нарушение гемодинамики или есть поражение нервных окончаний даже, и с этим связано определенное головокружение, заторможенность и так далее, это не называется вегетососудистой дистонии, к неврозам не имеет никакого отношения. Это неврология, потому что неврозы – это психологическая проблема. Это проблема, прежде всего, эмоционального характера. И ваше головокружение, ваше самочувствие – это проявление патологического дистресса или эмоций, которые у вас накопились, или которые вы не можете в себе разрешить, или которые вы создаете с помощью своего иррационального мышления. И только психотерапия и работа над своим мышлением и своими эмоциями способна, вы способны с помощью психотерапии эти эмоции поменять. Соответственно, уровень ваших эмоциональных реагирований и уровень вашего дистресса внутри вашей психики понижается, и ваши эмоции приобретают спокойное, ровное течение, никаких вегетативных проявлений у вас нет. Самая распространенная эмоция, которая вызывает у вас вегетативную реакцию – это страх, злость и депрессия. Соответственно, все эти три эмоции основные, они соматизируются. Ну, соматизируются все эмоции, да, но я об этом буду говорить чуть подробнее на своих семинарах, на своих группах и так далее. Соответственно, еще раз подытожу. Остеохондроз не создает ВСД. Запомните это раз-насюда. Больше мне этот вопрос, пожалуйста, не задавайте, и в полемику больше вступать тут не буду. Тема закрыта раз-насюда. Отлично. Теперь следующие два момента. Это дереализация и неврастыния. Значит, по поводу дереализации. Здесь гораздо сложнее история. Я вот практикую уже пятый год, читаю семинары в разных городах, провожу много дистанционных образовательных программ, много программ индивидуального характера. Вот скоро в октябре будет набор группы. Если вы хотите быть в курсе событий канала Невроза Мегаполиса, кстати, подписывайтесь на канал Невроза Мегаполиса в Ютьюбе, на мою страницу ВКонтакте, будете всегда в курсе новых видео или наборов группы, или приезда в ваш город. Соответственно, не пропустите, если хотите, если вам, конечно, это интересно. А теперь по поводу дереализации. Самый сложный момент в терапии неврозов. Не потому, что он какой-то патологический, а потому, что попытаюсь вам объяснить простым языком очень сложные вещи. Хорошо? Поэтому попробуйте мне очень внимательно сейчас послушать. Значит, первое, с чего мы начинаем работу с жалобой клиента на дереализацию, надо, во-первых, четко определить, как выглядит дереализация. Потому что многие клиенты как раз-таки путают. Приходя вот в такие группы, читая некие симптомы, отрешенность, заторможенность, да, как будто вот я потеряла чувствительность к миру, многие путают некую астонизацию невротической природы, да, где человек просто начинает тормозить, где человек начинает просто быть в таком полусостоянии медитации, как будто, знаете, что-то происходит, а он такой внутри себя. Он не участвует живо в обстоятельствах окружающего мира. Он как будто внутри себя погружен, и он делает что-то на автопилоте. Это не дереализация. Это такой интересный защитный механизм психики, связанный с переутомлением центральной нервной системы, вызванное постоянным дистрессом, опять же, от внутренних эмоций, от внутренних переживаний. И психика таким образом начинает как бы оттормаживаться, чтобы немножечко вот не видеть вот эту окружающую среду, да, не так на нее ярко реагировать. То есть это такой защитный механизм торможения, я не хочу видеть то, что меня окружает. Значит, а истинная дереализация – это все-таки искажение, да, это все-таки искажение именно восприятия окружающего мира, это искажение, возможно, даже предметов, возможно, искажение зрения, как будто кино, как будто через пленку, как будто туман, да. То есть здесь дифференциальная диагностика очень и очень сложна. Она проводится с галлюцинациями, да, она проводится с астенией, и она проводится именно с истинной дереализацией. Сложно вам объяснить детали, потому что вы начнете себе накручивать, и не шизофреник ли я, и лучше об этом не говорить. Соответственно, диагностика именно галлюцинаций визуальных, да, она сводится именно к тому, видите ли вы предметы, которых не существует в реальности, да, людей, животных, искажения именно в движении, например, стены обрушиваются, какие-то деревья там смотрят, все предметы указывают на что-то. Ну, такие уже истинные галлюцинозы, где предметы искажаются, имеют какой-то характер, имеют и так далее, и тому подобное. Соответственно, здесь накручивать себе не нужно. В основном, в 95% случаев, вы испытываете некую отрешенность. Туман, пелена, нереальность. Давайте вот об этом и поговорим. Значит, первое. Если мы выявили действительно синдром и симптомы дереализации, дальше возникает следующее. Метцикли галлюцинации и так далее, да. Дальше начинается следующий момент. Надо понимать, что дереализация – это определенная стадия. Поэтому, кстати говоря, в рубрике МКБ-10 и Ф4, невротически связанные со стрессом и соматофорное расстройство, дереализация, как вы знаете, стоит на самом последнем уровне. Не знаю, специально ли это или случайно, но по моим практическим наблюдениям, терапия и дереализация – одна из самых длительных. Объясню, почему. Если мы возьмем, например, пациента с паническим расстройством, или с той же невростынией, о которой мы будем говорить позже, лечить панические атаки, агорофобии, кардиофобии, невростынию и общую тревогу относительно несложно. А вот лечить клиента с дереализацией сложнее. И вы сейчас поймете, почему. Во-первых, надо понимать, что если мы говорим о невротической дереализации, то это затяжное длительное пребывание в дистрессе и в тревоге. Если мы исключили именно такую личностную, если мы исключили прочие патологии, связанные с творческим мышлением, связанные с истинным окологаллюцинозом, вылетанием из реальности, если мы говорим об невротической дереализации, соответственно, следовательно, слушайте, вот тут такой важный момент. Эти пациенты длительно пребывают в состоянии тревоги, в состоянии беспокойства. Обычно эта тревога и беспокойство связаны с тем, что люди под дереализацией имеют патологии социофобической структуры. Люди говорят о том, что мир не такой, как я хочу, я не такой, как я должен быть в этом мире. Проще говоря, ребят, чтобы вы совсем это просто поняли, человек не контачит с внешней окружающей средой, потому что то ли среда не такая, то ли у него ничего с этой средой не получается сделать. Вот если он так травматично относится к внешнему миру, к этой среде, и это все затягивается, он либо боится среды, либо себя не может интегрировать в эту среду, да, соответственно, начинается усиленное беспокойство, усиленная тревога, которая в затягивании, в длиннике в таком, дает вот такие защитные механизмы, как я не хочу видеть то, что меня окружает, потому что то, что меня окружает, для меня болезненно. Вот примерно понятно этиология, да, как это выглядит. Соответственно, если ко мне пришел пациент с дереализацией невротической, я уже прекрасно понимаю, что у него во всех сферах жизни все не так, как он хотел. Выходит в дереализацию по разным поводам. Это не образует. Например, покурил траву, выпил что-то, да, поругался с кем-то, расстался, уволился, или еще что-то. Это является триггерами. То есть это такой толчок финальный для того, чтобы чаша вашего терпения, когда вы недовольны окружающей средой и собой переполнилась, и вы вот в этот момент там покурили, а наркотики очень сильно дают газ по вегетатике, как и алкоголь, интоксикация, да, соответственно, все эти выходы после алкоголя, выходы после наркотиков, они не создали. Они лишь капнули последние капли в уже созданный момент. Просто вы, если бы вы не покурили, если бы вы не выпили, вы бы все равно бы вышли в этот симптом, потому что вы уже были переполнены этим недовольством, этой тревогой, этой претензией к внешнему миру. И что являлось триггером последним, это лишь вопрос был времени и стечения обстоятельств. Соответственно, почему эта терапия сложна? Потому что, если, например, тревожно-фобический клиент с паническим расстройством имеет в своей структуре иррациональное мышление по каким-то сферам жизни, связанных, эти убеждения, связаны, например, с работой или связаны там с семейными отношениями, потом он испугался, словил панику, да, вот у него в семейных отношениях с работой что-то пошло не так, он стал слишком эмоционально к этому относиться, уровень эмоций поднялся, внутренний уровень вегетатики поднялся, потом случилась паническая атака, он подумал, что у него сердце, стал бояться за сердце. Здесь терапия очень проста, он сначала перестает бояться у нас за сердце, потом решает свои проблемы с семьей и с работой, да, с помощью рациональной терапии, и он здоров. Вот так выглядит среднестатистический невротик. Это несложная процедура, пожалуйста, смотрите канал, приходите, я вам это покажу. Но с дереализацией сложнее, потому что, запомните, в отличие от паникеров, в отличие от невростейников, в отличие даже от истерических неврозов и обсессивно-компульсивных неврозов ОКР, да, дереализация – это, как правило, клиенты недовольны всем, что их окружает. Они недовольны работой, они недовольны окружающим миром, они недовольны собой, они люди творческие, не реализуются, они недовольны тем, что происходит вокруг. В общем, там практически много пластов, где недостаточно имеют жесткие убеждения, и они вот в целом очень сильно не реализованы и недовольны. И почему долго терапия и дереализация проходит? Потому что, во-первых, а, они очень жестко держатся за свои убеждения, б, они люди творческие и очень требовательные к себе и к окружающим, и к миру, и ц, это большое количество пластов, в которых у них не получается, или очень они требовательны к большому количеству пластов, взятых из социума. Поэтому пока мы каждый пласт, семья, работа, реализация, карьера, цели, уровень тревоги, уровень социофобического контакта, контакта с окружающим, принятие себя, пока мы все это проработаем, уйдет на это энное количество времени. Соответственно, просто имейте это в виду, что вот так просто выпить таблетку от неврозов невозможно. Даже от панического расстройства. Вы выпили какой-нибудь транквилизатор, вам на время стало легче, но проблему-то вы не решили, потому что вы создали свой невроз не от панической атаки. Паническая атака – это лишь испуг пика напряжения. Да, соответственно, вы же напряжение-то создали, потому что у вас в жизни есть определенное обстоятельство, к которому вы относитесь очень эмоционально. Таблетка лишь закрывает вам глаза на реальность. Поэтому таблетками неврозы никто никогда не лечил и не лечит. А уж пить таблетки от дереализации, то это вообще, я считаю, еще более сложная проблема, потому что, имея то широкое, искаженное мировосприятие, которое вызвало вашу тревогу, дереализацию, закладывая это колесами, ну, вы просто создаете бомбу замедленного действия. Ну, представьте себе, что вы недовольны, и вы очень тревожны по отношению к окружающему миру, да, и это все затяжно и вызвало дереализацию. Вы начинаете пить колеса, вам, может быть, стало легче, потому что тревога ушла, а, соответственно, симптом ослабел. Но тут у вас два варианта. Либо вам придется это пить всю жизнь, либо потом вы колеса пить перестали, и оно опять вернулось, и у вас вторичная депрессия, что вот ничего не помогает. Оно все возвращается, возвращается после приема, после окончания фармакологии. И, конечно, возвращается. У меня у 80% клиентов, кто ко мне обратился, у них первая фраза «пила, знаем, не работает». Другие клиенты говорили «пили, работает, а потом опять в жизни случились обстоятельства, и меня опять накрыло», как они говорят, да. Соответственно, вас будет накрывать, и у вас будет симптом до тех пор, пока вы не измените отношения и какие-то конкретные действия не предприните в вашей жизни. Поэтому, пожалуйста, ребятки, с дереализацией, с группы, значит, все ваши вопросы по поводу «что мне сделать?», «что мне выпить?», «а почему у меня так?», «а почему у меня дереализация?», «а из-за чего у меня дереализация?» Ребят, я не могу вам каждому отвечать одно и то же. Первое, что ты человек уникальный, нет у нас одинаковых пациентов. Вот если у стоматолога есть примерно одинаковый кариес, да, и примерная технология терапии кариеса, то, соответственно, вот в вашем случае вы все уникальны, потому что у тебя конкретно свои отношения с родителями, у тебя конкретно свои отношения с работой, с реализацией. И чтобы тебя поправить, мне нужно войти, мягко говоря, в твое положение, мне нужно понять, как ты думаешь, мне нужно понять, как ты создаешь себе вот этот дистресс, который приводит тебя к таким переутомлениям и защитным механизмам, и уже потом помочь тебе начать именно к этим обстоятельствам, относиться более объективно, принимать решения и менять свое воззрение на многие вещи. То есть общая рекомендация, если вы хотите, вот общая рекомендация для группы, да, по дереализации и для ребят с дереализацией, это работайте с психотерапевтом. Направление когнитивно-поведенческая психотерапия. Имейте в виду, что само по себе направление не гарантирует вам результата, потому что если метод – это скальпель, то этот скальпель у кого-то в руках. Соответственно, если вам Паша Иванов скажет, что я там, или Вася Сидоров, я там когнитивно-поведенческий терапевт, но это еще ни о чем не говорит. Тут надо пробовать, пробовать, пробовать и пробовать, потому что метод всегда связан со стилем. Ну, например, у меня в руках скальпель, скальпель – это метод, но я сам, как хирург, имею свой стиль, свои какие-то нюансы, свои какие-то плюсы и минусы, фишки, харизму, особенность, навык, опыт, личный опыт, который я пережил, да, на собственной шкуре. То есть, один и тот же терапевт может не подойти там людям. То есть, если я, как Алексей Красиков, в когнитинно-поведенческий терапевт, я могу кому-то подойти, а кому-то не подойти, не из-за метода, а из-за стиля, из-за нюансов и так далее. То же самое, что Вася Иванов, он может кому-то подойти, а кому-то нет, не из-за метода, а из-за стиля, потому что даже метод в разных… Вот возьмем 100 психотерапевтов с когнитинно-поведенческой психотерапией, там, дереализацией, да, все 100 человек будут подходить по-разному. Мы будем говорить примерно об одной концепции, да, о рациональном мышлении, но все равно все 100 человек к тебе будут подходить немножко по-своему. И вот с тем, у кого у тебя наладится так называемый комплайнс, да, то есть, альянс такой, да, взаимодействие, понимание, это такое, знаешь, такая химия между клиентом и терапевтом. И многие клиенты выбирают, у многих психотерапевтов есть свои клиенты, свой такой среднеэстетический портрет. Вот у меня, честно тебе могу сказать, есть там свой портрет клиента, а кто это, какие это люди, да, то есть плюс-минус примерно он у меня так вырисовывается, да, соответственно, есть точный портрет клиентов, которые ко мне никогда не придут, это связано там с моей внешностью, это связано с моей подачей, моей харизмой, они выберут там человека другого, там, или кому-то нужна исключительно женщина, кому-то нужен мужчина, чтобы он был в годах, с пузом, лысый, да, кому-то нужна, наоборот, более современная такая история, потому что я все-таки больше тренер коучинговый, да, помимо психотерапии, то есть я такой человек наставнический, который помогает людям не только работать исключительно в рамках психотерапии, я больше занимаюсь такой коррекцией эмоций, коррекцией достижения результатов, соответственно, я кому-то подхожу, кому-то нет, в основном подхожу молодым, активным, которые хотят развиваться, домохозяйки тоже, наверное, да, но в основном это такая средняя каста нашего российского класса, которые очень активны, которые очень деятельны, которые хотят добиться успеха, вот там начинающие предприниматели, менеджеры, творческие люди, вот такой средний портрет, итак, по дирализации понятно, что это затяжной момент исключительно того, что ты на многие сферы своей жизни смотришь иррационально, и с этим связана затяжная тревога, ясно? Значит, терапия, я объяснил, поэтому, почему именно у тебя, я не могу ответить на вопрос в группе, почему именно у тебя, я тебя не знаю, кто ты такой, что за проблемы, и там, расписывать это тоже бесполезно, потому что мне нужно много нюансов переспросить, почему ты, на какие сферы жизни ты смотришь так негативно, вот то, что я хотел вам сказать по поводу группы, будут вопросы, задавайте, но я уверен, что все равно все мои ответы сведутся к тому, что надо заниматься индивидуально, не обязательно со мной, и решать индивидуально твою проблему, только так, ну а как иначе, почему-то, знаете, вот еще такой момент, люди в интернете, они вот считают, что есть какой-то общий совет, чтобы кого-то отпустило, очень большое заблуждение, а чтобы конкретно тебя отпустило, тебе нужно не совета спрашивать, а прийти и работать конкретно над своими убеждениями, конкретно над своими восприятием окружающего мира, конкретно над своей тревогой, конкретно над своим беспокойством и так далее, поэтому общих советов мыть не может, единственный общий совет, когнитивно-поведенческая психотерапия и индивидуальный подход, либо в группе, приходите в группу, да, очную или по скайпу, там все это работает, то есть может быть индивидуальное консультирование, может быть групповое консультирование, у меня в группе много было ребят с дереализацией, значит, теперь по неврастынии, забыли про дереализацию, неврастыния, один из классов неврозов, на самом деле, который входит в такую условную тройку классификации, у нас есть истерия, неврастыния и обсессивно-компульсивное расстройство, да, соответственно, неврастыния, это остеоневротический синдром или синдром менеджера, еще его называют синдром хронической усталости, имеет он свои три степени тяжести, да, по медицинской классификации, но сейчас не об этом, суть неврастынии заключается в том, что человек предъявляет к самому себе завышенные требования, несоизмеримые со своими реальными физическими и эмоциональными ресурсами. Поясню. Это, знаете, такие трудоголики, это такие люди, которые вечно за все переживают, которые вечно хотят максимально сделать все правильно, такие максималисты, перфекционисты, причем перфекционисты прежде всего к себе. Я должен лучше, я должен правильно, я должен все успеть, я не должен опоздать, обо мне не должны подумать плохо, я должен лучше, мне уже 30 лет, а у меня еще нет миллиона долларов, а у Васьки уже есть, а я должен еще больше. То есть это такие люди, у которых вечно шило в одном месте, исключительно в классификации работы. То есть они не умеют отдыхать, они постоянно жмут на педаль газа, и симптомы, объясню, как появляются. Когда ты не умеешь отдыхать, очень нерационально подходишь к своим ресурсам, у тебя сначала организм такой колокольчик, дзинь-дзинь, сначала там что-то заболело, там закололо, там зазвенело, ты говоришь, фигня, прорвемся, жмешь дальше без отдыха, не соизмеряешь это со своими возможностями, у тебя организм опять такой по сердцу экстрасистовый, тук-дук, тук-дук, да, там, или бессонница, ты говоришь, ничего, фигня, сейчас пивка вечером махнем, ничего, нормально. Ты продолжаешь сжать, организм все сильнее и сильнее, дает тебе понять, что, Вася, ты перебарщиваешь, стапит, а ты говоришь, нет, нифига, я должен. Но есть такие люди, которые уже ползут практически на работу, на каких-то обезболивающих, на транквилизаторах, но ползут. И вот пока их не госпитализируют, они не угомонятся. Или пока они уже встать, и хрю сказать не смогут с кровати, тогда они только успокоятся. Кстати говоря, вторичное назначение симптома у невростыников, какая? Оправдать собственный отдых. То есть невростыники могут, они настолько сильно не дают себя отдохнуть, настолько сильно перебарщивают к требованиям к себе, и настолько рациональны по поводу отношения к успеху и к скорости достижения, что отдохнуть они себе разрешают только посредством госпитализации или реальной диагностики чего-нибудь. Соответственно, они говорят, Василий Петрович, я сегодня не приду, потому что я умерла. Вот примерно так это выглядит. Поэтому с 37-38 температура фигня. По морозу пойду, ведь менеджерам надо помочь. И так далее. То есть нет, пока меня не вынесут в 39 и 9 из офиса, я не останусь дома. Соответственно, это тоже в этиологии, это что? Этого невроза. В этиологии это очень сильное травматичное детство, конечно же, в диоризации, кстати, тоже, где ребенок научился понимать себя определенным образом. И это такая, знаете, модель трансляции условной любви, где маленький ребенок начинает думать о том, что любить и уважать его можно только при достижении результата. И если этих результатов нет, то я дерьмо. Или меня нельзя любить. И вот он начинает эти результаты пытаться зарабатывать, да, такие галочки. А конца и края этим результатом не будет. А вот невростынию он точно получит. И все его невротические, вегетативные симптомы, все его соматизированные симптомы, это все последствия переутомления. Все неврозы в классификации невростыния, это функциональные. Что такое? Тахикардия, потому что не получается что-то. Да, потому что переутомлен. Острые реактивные панические расстройства у невростыника возникают тогда, когда на пути достижения вот этих целей что-то начинает не реализовываться. И вот тут у невростыника пик эмоций, и он начинает паниковать, потому что вегетатика резко поднимается из-за вот этого момента, да. И начинаются проблемы. Терапия невростыния заключается в следующем. Прежде всего, с точки зрения психотерапии, показано рациональное мышление для того, чтобы человек перестал вот так неадекватно относиться к своей работе, к своим достижениям и так далее. Моя задача не, чтобы ты дома сел на попе, на диван, а чтобы ты умел гармонично отдыхать и работать. Тише едешь, дальше будешь, на Руси говорили. Соответственно, вот терапия невростыников – это вот научение их фактически планировать свою неделю, планировать свой год, планировать свою нагрузку так, чтобы ты мог и цели достигать, которые ты невротично себе запланировал, потому что я твое детство не переделаю, и мы с тобой этих целей добьемся, но здорово. Зачем тебе заработать твой миллион в 40 лет и откинуться в 41, чем заработать его чуть попозже, но наслаждаться этим миллионом. Соответственно, моя задача в терапии невростыников – это научить их достигать этих целей здорово, а не сказать им, хорош, что ты перебарщиваешь. Они скажут, блин, я хочу в Мазерати. Я говорю, окей, давай эту Мазерати сделаем. Готов? Да, готов. Но давай ее сделаем здорово, чтобы ты не лег в этой Мазерати и не подох, а для того, чтобы ты поехал кататься на этой машине и веселился жизнью. Вот в чем задача моя по терапии невростыников. Что ты хочешь там денег, ты хочешь там дом, ты хочешь там, я не знаю, яхту, и тогда тебя будут любить, или ты хочешь, потому что тебе просто кайфово на качественной машине, с качественной едой. И вот тут много нюансов, потому что невростыники, они просто ставят галочки. Меня можно любить, меня можно уважать, меня можно уважать. Купил там это, это, это. А он к концу и краю этому не будет. Он, конечно, переутомляется от этого. Поэтому задача терапии невростыния – это усреднить вот этот момент с газом, да, где надо напрячься, где надо понять, что надо отдохнуть, где надо рационально посмотреть на какую-то ситуацию, которая не получается, найти план ее решения. То есть это когнитинопоеденческая терапия, это мой профиль, так что невростыников у меня очень много, очень много менеджеров, ведущих компаний, нефтяных даже компаний, и людей, чей капитал оценивается в приличные суммы, поверьте, там вот этих товарищей очень много. У медали две стороны. Конечно, невростыники очень эффективны на работе. Они очень исполнительные, они очень ответственные, за них держатся топ-менеджеры. Но они, как правило, очень быстро перегорают. И моя задача – научить, чтобы вы не перегорали. И это один из профилей моей работы. Но если вы совсем уже довели себя до третьей стадии переутомления, где уже все, организм просто разряжен, конечно, тут показана психофармакотерапия, общие укрепляющие препараты, антидепрессанты, которые именно тело начинают просто подпитывать, это котерапия. То есть это не единственная терапия невростыника. То есть если невростыник уже лег и разрядился, и вы его загрузили антидепрессантами, общекрепляющими препаратами, витамины группы В, физиотерапии, отдых и так далее, он подзарядился, и у него хватит сил еще месяца на 4-6. Но потом опять… И неужели вы хотите вот так работать и достигать целей? Работаешь, работаешь, работаешь – в больницу. Работаешь, работаешь – работа в больницу. Зачем тебе такое? Давай мы сделаем так. Так, работаешь, достиг целей, чуть-чуть сбавил. И вот чтобы мы вот так с тобой шли, не чтобы не вот так вот тын, тын, а чтобы мы с тобой имели динамику к росту. Понятно? Вот чтобы у тебя такая динамика к росту была, и ты еще кайфовал от своих целей, мы с тобой занимаемся когнитинопоединической терапией. Поэтому симптомы невростыни – это и вегетососудистые проявления, потому что страшно не успеть реализовать цели, на чем я любить не буду и уважать. Это панические атаки, потому что люди пугаются этих вегетативных симптомов. Конечно, у стиххондроз никакого отношения к этому тоже не имеет. А это кишечное расстройство, потому что много тревоги, да, я не успеваю, а вдруг начальник про меня что-то подумает, а вдруг я облажаюсь, а вдруг я не смогу достичь должности начальника отдела, а вдруг меня уволят, ой, он на меня как-то посмотрел, а что обо мне подумают, блин, я же должна эффективно, я же должна всем помочь, я должна причинить непоправимую пользу нашей фирме, никто кроме меня, а потом тебя там как-то поступили к тебе несправедливо. Ты говоришь, о боже, как такое могло быть, потому что я же старалась 7 дней в неделю, ну почему такая несправедливость? Ну если вам все это знакомо, жму вам руку, дальше беги с таким подходом, далеко не убежишь, денег не заработаешь, все потратишь на обследование. Соответственно, если ты не хочешь так жить, приходи в группы индивидуально, будем работать. Итак, остеохондроз, дереализация, невростыния, примерно понятно. Коротко подытожим, остеохондроз не создает вегетососудистую дистанцию невроз, это отдельная неврологическая патология, смотри начало ролика. Дереализация – это очень длительный дистресс и длительная тревога, связанная с тем, что ты смотришь на очень большое количество обстоятельств в своей жизни очень тревожно, очень требовательно, ты очень такой человек творческий, который не реализуется, которому не нравится вокруг то, что его окружает. Вспомни фильм «Беспомощный». Не нравится работа, друг какой-то странный, с родителями не катит, брат какой-то непонятный, работа не нравится, и все вот это вкупе создает такое отношение, такое депрессивно-тревожное состояние, и вот это длительное депрессивно-тревожное состояние приведет тебя к такому защитному симптому. Терапия дереализации – это поменять свои отношения к этим обстоятельствам и что-то сделать в этих обстоятельствах, чтобы тебе это нравилось. И неврастения – это завышенные требования к самому себе, несоизмеримые со своими возможностями, постоянные тревоги, переживания за результат, невозможность планировать рационально свой отдых, что приводит сначала к астеническим проявлениям, слабость, тревожность, беспокойство, а потом плавно-плавно-плавно кладет тебя в состояние полной разряженности, чтобы ты вообще на работу уже пойти не мог. Если ты хочешь со всем этим справиться, пожалуйста, приходи, звони, чем смогу-помогу. Ваш Алексей Красиков, Невроза Мегаполиса. Увидимся на занятиях в группах, увидимся на личных занятиях. Если ты хочешь, чтобы я приехал в твой город с большим двудневным широким семинаром, ты можешь мне позвонить по телефону 495-201-53-19, попросить оставить заявку на семинар в каком-то городе. Чем быстрее соберутся заявки на семинар именно в твоем городе, тем быстрее я его организую. Соответственно, смотри сайт, смотри новости, приходи на занятия в группах, участвуй в вебинарах, онлайн-трансляциях. В общем, будь в теме, как говорится, и все с тобой будет в порядке. Увидимся, до встречи, пока.